Рождество Нужно признать, что Рождество – это одна из тем, которая настолько привычна стала людям, что очень трудно о ней сказать чего-то нового, чего-то яркого, что вырвало бы нас из рутины, каким-то образом заставило посмотреть по-новому, посмотреть живо, посмотреть так, как смотрели на Рождество самые первые люди, которые когда-то услышали весть о рождении Иисуса Христа. И мы именно это попробуем сегодня сделать. Одна из наиболее подробных историй или описания рождения Иисуса Христа находится в Евангелии от Луки. Я приглашаю вас открыть вторую главу Евангелия от Луки, если у вас есть с собой Библия, и прочитать вместе со мной первые несколько стихов, которые нам рассказывают эту историю. В те дни вышло от Кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле, то есть по всей Римской империи, которая была под правлением этого императора. Эта перепись была первая в правлении к Верении и Сирии, и пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова. Записаться с Морею, обращенную ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей. И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. «Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел, «Не бойтесь, и я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Скорее всего, вы слышали эти слова, и, возможно, не один раз, может быть, много раз. Тем не менее, я хотел бы обратить сегодня внимание всех нас на слова, которые я подчеркнул вот здесь на экране. «Ангел, обращаясь к пастухам», естественно, сам факт, почему ангел обращается к пастухам, вызывает вопрос. То есть люди, которые не имеют большой значимости, люди, у которых нет доступа к средствам распространения информации, самые простые люди, которые стерегли стада вот там возле Вифлеема. Вот ангел обращается к ним, и он обращается к ним с очень важным посланием. Он говорит, он сообщает им прежде всего одну весть. Вот посмотрите, самое первое, что он говорит, он говорит, «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям». Он подчеркивает это, что эта радость будет всем людям. И дальше история. Дальше они пошли, они увидели младенца, они рассказали тем, кто там рядом с младенцем был, что они увидели, слышали и так далее. Но я хочу отметить одну небольшую деталь. Ангел считал очень важным сообщить самым первым людям, что это радость. Это радость, которая будет принадлежать всем людям. И вот после того идут годы, столетия. И вот сегодня опять очередное Рождество, и опять мы слышим радость всем людям. И возникает вопрос, как эта радость сегодня касается нас. Вот эта радость, которая всем людям часто остается где-то в нашем сознании слишком в обобщенных формах. Она где-то там всем. Но вот эти все где-то далеко, кто-то там. Но это трудно ощутить себя частью этих всех. Для того, чтобы помочь нам увидеть, что же имел в виду ангел, когда он возвещал это пастухам, я хотел бы перенестись вместе с вами примерно на 30 с небольшим лет после этой истории. Эта следующая история находится в Евангелии от Иоанна. Евангелие от Иоанна, в 4 главе, рассказывает нам историю, когда Иисус Христос после очередного периода своего служения в Иудее, то есть в районе Иерусалима, он возвращается назад в место, в котором была его постоянно дислокация, то есть в Галилей, вот туда к Галилейскому морю, к Галилейскому озеру. И для того, чтобы туда попасть, ему нужно было проходить через регион, который был известен как Самария. Между иудеями и людьми, которые жили в Самарии, сложились не очень дружелюбные отношениями. Точнее, у них было национальное неприятие, вражда между этими двумя народами, и поэтому иудеи и самаряне чаще старались избегать друг друга. Но так как путь был далекий, его невозможно было пройти очень быстро, и дорога проходила прямо мимо одного из самарийских городов, и Иисусу Христу вместе с Его учениками пришлось там сделать остановку. Иисус остановился, здесь при дороге находился колодец. Группа учеников пошли в это время для того, чтобы приобрести что-то перекусить. И в это время случается встреча. Это было примерно 12 часов дня, примерно полдень. Время жаркое, время, в которое обычно люди стараются избегать, ходить по жаре, нужно из города выйти за город, прийти к этому колодцу, который находился у дороги, для того, чтобы взять воды. И поэтому женщина использует ситуацию, когда она может прийти незамеченной. Судьба этой женщины была немного сложная. Несколько неудавшихся браков, и те отношения, в которых она была в тот момент, тоже ничего радостного не обещали. и она вот с этим грузом, с этой подавленностью, с этой своей нуждой, она идет, хочет потихонечку, незамеченно, зачерпнуть воды и вернуться назад, туда, к себе, в дом. И вдруг человек, ясный иудей, по виду, по одежде, она понимает иудей, этот человек, который сидит здесь, отдыхает у колодца, ну и сидел бы себе спокойно, но он заговорил с ней. Он затронул ее, и у них возник разговор. Этот разговор передается здесь евангелистам Иоаннам в четвертой главе этого Евангелия. Я хочу его прочитать вам. Четвертая глава мы читаем с 10 стиха. Или с 9 стиха. Женщина самарианская говорит ему, как ты, будучи иудей, просишь пить у меня самарянки. Иисус, для того, чтобы заговорить с ней, попросил у нее, ты можешь и мне зачерпнуть воды? И у него возникает сразу красная лампочка загорается. Как это вообще возможно, когда этот человек из враждующего с нами народа имеет какой-то разговор со мной? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются, добавляет Иоанн здесь. Иисус сказал ей в ответ, если бы ты знала дар Божий, кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую. Женщина говорит ему, господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил и дети его, и скот? Иисус сказал ей в ответ, «Всякий, пьющий воду эту, вас жаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Женщина говорит ему, господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажду и не приходить сюда черпать. Иисус говорит ей, «Пойди, позови мужа твоего и прийди сюда». Женщина сказала в ответ, «У меня нет мужа». Иисус говорит ей, «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого ты ныне имеешь, не муж тебе. Это ты справедливо сказала». Женщина говорит ему, «Господи, вижу, что ты пророк». Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Иисус говорит ей, «Поверь мне, что наступает время, когда и не на этой горе, и не в Иерусалиме будете поклоняться отцу». Вы не знаете, чем укланяетесь, а мы знаем, чем укланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться отцу в духе и истине. Ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть дух, и поклоняющиеся ему должны поклоняться в духе и истине. Женщина говорит ему, «Знаешь, что придет Мессия, то есть Христос, когда Он придет, то возвестит нам все». Иисус говорит ей, «Это я, который говорю с тобой». Это очень интересная история, в которой Иисус приносит радость одной конкретной душе. Вот когда ангелы говорили, радость, которая будет всем людям, ангел имел в виду радость, которая будет доступна абсолютно для каждого человека, живущего на земле. Вот эта история самарианки с женщиной, которая находится в реальной нужде, и не только в нужде, в огромнейшей проблеме, в сложном положении. Между Иисусом Христом и между этой бедной несчастной женщиной несколько барьеров, существенных барьеров. Первый барьер, она женщина, он мужчина. В то время, в том обществе этот контакт был далеко-далеко непростым. Второй барьер, она самарианка, он иудей. Она из враждебного народа, она из народа, который иудеи считали идолопоклонническим, он был в действительности идолопоклонническим, и это давало иудеям основания для того, чтобы, мягко говорить, ненавидеть этих людей, избегать их. Они ни в коем случае не могли есть рядом вместе с ними, и они не могли иметь какой-то контакт. Это реальный барьер. Воля того, она женщина с плохой репутацией, а он пророк. Ее-то, ее односельчане, самаряне, люди из ее народа обходят другой стороной улицы, когда они видят, что она идет для того, чтобы не обременять себя встречей с этим неприятным человеком. это одна категория проблем, внешние проблемы, барьеры, но есть еще барьеры. Есть барьеры, которые внутри ее сердца. Сердце этой несчастной женщины. Первый барьер самозначимость. Очень интересное проявление самозначимости. У нее есть ведро. Вот Иисус говорит, дай мне пить, и потом говорит, у меня есть вода жива, и она смотрит на него и говорит, ну как, так, у меня это ведро есть, я которое могу зачерпнуть, а у тебя же ведра нет. Вторая проблема, которая живет в ней, национальная самозначимость. Она напоминает, напоминает этому странному иудею, которого она еще не поняла, что он пророк, она напоминает и говорит, неужели ты больше отца нашего Иакова? Вот здесь заговорила национальная гордость, да мы самаряне, да у нас этот Иаков колодец сделал. Еще один серьезный барьер. Больше того, религиозная значимость. Она говорит, отцы наши поклонялись на этой горе, а вы где-то там в другом месте поклоняете. И вот заметьте, как все вот эти барьеры, в данном случае мы видим три барьера внешних и три барьера внутри, в сердце этой несчастной женщины. Иисус приходит и что Он делает? Он методично, спокойно и очень настойчиво и терпеливо их преодолевает. Вот что значит слова радость, которая будет всем людям. Иисус пришел не для того, чтобы просто соприкоснуться и сказать, ах, я к тебе и так проявил внимание, я заговорил с тобой, а ты мне еще здесь подчеркиваешь иудеи с самарянами, ну иди тогда, хорошо, иди, у тебя там что, месс полный дом, и живи, не хочешь со мной иметь дело. Иисус действует совсем по-другому, вот что значит, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Она выступает против Него, терпеливо, терпеливо обходит этот барьер, преодолевает его и действует еще глубже, еще дальше. Причина, почему Он это делает, единственная, у Него есть радость, которую Он хочет передать этой несчастной, заблудившейся душе, которая в данный момент сама страдает от своего же собственного представления от своей мнимой самозначимости. Мы видим, что Иисус прежде всего любит, Он заботится, Он чувствует нужду, Он разделяет эту нужду, Он не думает о себе. Заметьте, здесь нигде не написано, что Он все-таки зачерпнул кружку воды и попил и утолил жажду. Здесь не сказано об этом. Больше того, когда ученики пришли и принесли Ему еду, а скорее всего, Он достаточно проголодался уже, потому что это заняло время, пока они пошли в город, купили и пришли. Он им говорит, оставьте, у меня есть другая еда, у меня другая есть пища. Заметьте, Иисус полностью сконцентрирован на нужде этой бедной души несчастной, которой Он хочет помочь. Кроме этого, Он терпелив. Она напоминает о барьерах, не Он. Она в нужде, но она напоминает о барьерах, а Он их терпеливо, спокойно преодолевает, продолжая говорить с Ней. Более того, Иисус говорит истину. Он не просто пришел для того, чтобы каким-то образом ее успокоить, и для того, чтобы как-то избежать обострения ситуации. Он понимает, что этой бедной душе поможет только правильный взгляд на реальность. И смотрите, как Он мягко говорит. Он говорит очень конкретно, но мягко. Он говорит, позови мужем. Она нет у меня. Он говорит, правильно ты сказала, у тебя их было пять. И этот, который у тебя сейчас, не муж тебе. Но заметьте, как только она услышала эти слова, она сразу переключает тему. говорит, вижу ты пророк, отцы наши поклонялись. И заметьте, Иисус не говорит, подожди, 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 не увиливай. Давай-ка сначала разберемся с твоими мужьями. Иисус понимает, что эта тема чрезвычайно неприятная. И поэтому Он напомнил ей об этом только для того, чтобы повернуть разговор в нужное русло, чтобы показать, вот она, реальная картина вещей. И дальше, когда она поменяла разговор, она опять приводит ее в реальность. Он говорит, вы не знаете, чему кланяетесь? Спасение от иудеев. Почему Он говорит? Потому что Писание так говорит, что спасение от иудеев. Более того, Иисус не только любит, Он не только терпелив, Он не только говорит истину, но Он ведет ее к Отцу. Это самое главное, что Он делает. Он пришел для того, чтобы поговорить с этой душой несчастной, которая разбита грехом, разбита своим поиском удовлетворения вот той пустоты внутри, которая у нее. Он пришел для того, чтобы помочь этой душе прийти к Отцу. Вот почему Он говорит Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине. Он ведет ее к тому, чтобы она поклонилась Отцу. И потом, когда она говорит о Христе, о Мессии, Он говорит, я, это я, который говорит с тобой, я пришел для того, чтобы привести тебя к Отцу. Эта история очень интересно заканчивается. Эта женщина, когда она увидела, поняла, с кем она имеет дело, она быстренько побежала назад в город, она позвала оттуда своих односельчан, и Иоанн продолжает эту историю в конце, представляя такой заключительный аккорд. 39 стих. И многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины, свидетельствовавшей, что он сказал ей все, что она сделала. И потом, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них, и он пробыл там два дня. И еще большее число уверовали по слову его. А женщине то и говорили, уже не по твоим словам веруем, ибо сами слышали и узнали, что он истинно спаситель мира Христос. Заметьте, что достигает Иисус, что он делает здесь. Он, как я уже сказал, преодолевает барьеры для того, чтобы достичь очень конкретной цели. Самая первая цель – эта женщина уверовала. И что произошло в результате этого уверования? Она поняла, что такое дар Божий. Помните, Христос говорит ей, если бы ты знала дар Божий. Проблема большинства людей сегодня, друзья, проблема многих сидящих в этом зале заключается в том, что мы идем, мы бежим за самыми разными вещами, которые кажутся нам важными, нужными, привлекательными. Но Иисус стоит сегодня, обращается к нам, и Он говорит, если бы ты знал дар Божий, ты бы просил у меня. Ты бы направил свое сердце, ты бы направил свое внимание к тому, что у меня есть, что я тебе могу дать, что я хочу тебе дать. Это первое, что мы видим, произошло в этой истории. Эта женщина узнала, что такое дар Божий. Второй очень интересный результат. Посмотрите, исчезли проблемы вражды между этой женщиной и ее односельчаной. То она старалась избегать их, теперь смотрите, она идет и говорит им всем о Христе. Больше того, они по слову ее идут ко Христу, и они принимают Иисуса Христа. Но на этом все не закончилось. Посмотрите, они уверовали в Иисуса Христа, и теперь изменилось что-то в их жизни. Здесь есть интересная очень деталь. Посмотрите, 40-й здесь сказано, и потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них, и он пробыл там два дня. Вот эта маленькая фраза, она, возможно, ничего не говорит современному читателю, но для тех, кто жил тогда, это бомба была бы в действительности. Представьте себе люди, которые избегали друг друга и старались обходить, они и Ордан переходили для того, чтобы через Самарию не идти, для того, чтобы обойти, если они шли из Иудеи в Галилею. Если кому-то уж нужно срочно было идти, приходилось проходить, то не так, чтобы как можно меньше там кого видеть в Самарии. А здесь, посмотрите, эти самаряне, они уговаривают его, и они уговаривают, чтобы он побыл, он там пробыл два дня. Вы знаете, что это значит? Это значит, что он ел с ними и что он спал в их доме. И это революционно, это невозможно было для того времени. Вы помните, позже, когда написано, первые апостолы поехали и стали проповедовать у самарян, то там возникла проблема между тем, иудеи с самарянами не сообщаются, но этот барьер, он был преодолен Иисусом Христом, который принес радость этим людям и пробыл там два дня. Исчезла проблема вражды. Друзья, сегодня у многих присутствующих здесь есть проблемы. Разные проблемы. Проблемы, связанные с какими-то переживаниями. Вы знаете, проблемы могут быть разные, могут быть финансы, здоровье, взаимоотношения, а переживания всегда одни. Почему? Потому что они все переживаются в душе. Потому что боль всегда одна, это боль, которую чувствует душа. Вот сегодня у вас, у тебя, дорогой друг, сидящего здесь, у тебя есть какая-то проблема. У вас сегодня есть какая-то нужда. Мы, конечно, одеваем маски, мы живем так, чтобы не подать вида, что у нас есть что-то внутри. Но сегодня, друзья, слова, которые прозвучали над Бифлеемом тогда радость, которая будет всем людям. Эта радость может сегодня войти в вашу жизнь или пройти мимо. Вы сегодня можете позволить Иисусу Христу преодолеть барьеры и проникнуть в суть вашего сердца и позволить Ему привести вас к Отцу для того, чтобы в поклонении Ему найти решение ваших проблем. Или же вы сегодня сможете так и уйти отсюда в маске. В маске, за которую вы не пропустите свет. Наша надежда во Иисусе Христе. Мы сегодня говорим о надежде, которую принес Христос всему миру. Я хочу, чтобы в этом всем мире вы смогли найти маленькую точку, в которой находитесь вы лично. надежда во Иисусе Христе связана прежде всего с тем, чтобы позволить Христу преодолеть барьеры, стоящие между вами и им. Точно так, как Он это делал с Самарянкой, точно так Он это делает сегодня с вашим сердцем. Кроме того, надежда во Иисусе Христе становится вашей надеждой, когда вы доверяете Ему. Поймите, что Он вас любит, поймите, что ради вас Он пришел на землю, поймите, что Он достоин того, чтобы доверить Ему всю свою жизнь, доверьте Ему все ваши беспокойства, все то, о чем болит сегодня душа, все то, с чем связана нужда и боль, только Он может это бремя снять. Кроме того, идите к Отцу через Иисуса Христа. Он пришел для того, чтобы, преодолев все эти барьеры, взять тебя и меня, взять мою душу, очисти ее у Голговского креста своей жертвой, своей кровью, освободив ее от греха и от вины, от всех тех последствий, которые связаны с грехом, для того, чтобы привести нас к Отцу и дать нам дар, который есть у Него. И последнее, обретите полноту жизни в поклонении Ему и в Духе и в Истине. Я хочу закончить словами, которые я уже прочитал. Евангелия, 4 глава, 41 стих. «И еще большее число уверовали по слову их, ибо сами слышали и узнали, что истинно Спаситель мира Христос». Иисус Христос – единственная надежда мира, Иисус Христос – единственная ваша надежда. Мы будем молиться сейчас, и я предлагаю вам, если вы сегодня видите, что вам сегодня нужна эта радость, вам сегодня нужна эта надежда, которая есть у Иисуса Христа, откройте перед Ним свое сердце. Давайте мы встанем, давайте встанем, давайте склоним наши головы, давайте сейчас осознаем, что Он присутствует здесь с нами. Давайте сегодня поймем, что Его любовь, она не меньше, ничуть не меньше проявляется к нам сегодня, чем она проявлялась тогда к этой женщине из этого Самарийского города. Помолимся. Господи, благодарим Тебя. Благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам эту удивительную возможность праздновать сегодня Твое Рождество. Благодарим Тебя за то, что Ты когда-то послал Сына Своего, Который дал надежду, каждому из нас, несмотря на все наши проблемы, несмотря на глубину всех тех лабиринтов, в которых где-то закрутила нас наша жизнь, несмотря на наши собственные какие-то проблемы внутри нас самих. Мы благодарим Тебя за то, что сегодня Рождество так же актуально, как оно было тогда. Благодарим Тебя за то, что Ты сегодня близок к каждому из нас. Я прошу Тебя, Господи, яви милость свою, прикоснись сегодня к нам для того, чтобы исцелить наши нужды. Я прошу Тебя за каждого человека, находящегося здесь. Ты видишь, Господи, особенно тех, кто еще противится Тебе, кто еще не знает Тебя. Ты видишь тех, кто еще продолжает утверждать свою самозначимость в какой-то форме. Мы умоляем Тебя, Господи, сокруши сердца и стань сегодня, Господи, спасителем и Господом для таковых людей. Я прошу Тебя, Господи, сегодня за тех, для кого Рождество омрачено какой-то печалью, какой-то нуждой, каким-то переживанием, каким-то бедствием может быть. Господи, мы просим Тебя, Ты прикоснись к таковым сегодня и откройся сам с Твоим даром небесным, с даром Божьим, который Ты принес, для того, чтобы каждый из нас, воспользовавшись им, смог найти этот источник воды живой, текущей в жизнь вечную, который насыщает и напаяет и который приводит нас в это полноценное общение с Отцом, в поклонении в Духе и в Истине. Во имя Господа нашего Иисуса Христа просим Тебя об этом. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok